Проверка системы оповещения населения Сергиево-Пасадского района, к счастью, проводится в технических целях. Главная цель – научить население действовать организованно в случае чрезвычайных ситуаций. Это могут быть техногенные катастрофы, неблагоприятные природные явления от урагана, как в Краснозаводске, до наводнения, как в Крымске, лесные и торфяные пожары. Действующая с 60-х годов в нашем районе система оповещения П-164 скоро уйдет на пенсию. Ее по областной программе модернизации сменит цифровая П-166С. Новая система установлена и проходит апробацию в Краснозаводске и Сергиевом-Пасаде. Она может в автоматическом режиме давать сигналы и речевые оповещения по ситуации. В настоящее время в системе оповещения используются два типа сигналов – это «Внимание всем» и «Воздушная тревога». «Внимание всем» – это непрерывный сигнал сирены, при получении которого необходимо прибыть к месту, где есть средства массовой информации, радио, телевидение. В нашем районе телекомпания «Тонус» в Донежье, которая транслирует информацию о происходящем. Также у нас в районе существует возможность радиоперехвата на частоте 91,5 – это радио Подмосковья. Второй тип сигнала – это «Воздушная тревога». Это при вывести сигнал, при получении данного сигнала необходимо двигаться к ближайшему укрытию. В Сергиевом Посаде новую систему поддерживают 8 установок в различных микрорайонах города. На Клеменцевке, в микрорайоне Северный, на ферме, с кабином и рабочим поселках, в центре города, на здании администрации. 20 августа на территории Сергиево-Посадского района и всей Московской области в целом будет проводиться техническая проверка системы оповещения, проверка ее работоспособности, ее исправности, ее эффективности. В связи с тем, что это не есть чрезвычайная ситуация, будет звучать сигнал «Внимание всем», соответственно, непрерывная сирена, при получении которой необходимо включить телевидение, радио для уточнения конкретной информации. «Внимание! Производится проверка оповещения для телеканала «Тонус». Подать такой сигнал, к примеру, помимо дежурного единой диспетчерской службы, может удаленно со своего телефона глава города и начальник службы. Нынешняя система, которая развернута в городском поселении, первый этап развернут, она позволяет не только давать сиренные сигналы, но и голосовые. Голосовые сигналы могут быть как стандартные, это вот как воздушная тревога, химическая тревога, радиационная, так и голосовые оповещения оператора о какой-либо чрезвычайной ситуации, которая стандартно не прописана. Такие ситуации, как штормовое предупреждение, либо резкое похолодание, либо точно такое же резкие дожди сильные, которые, например, недавно у нас были. Поэтому ежемесячно у нас проводятся тренировки и проверка данной системы». Жители нашего района просят не пугаться речевых сообщений, но прислушиваться к ним. После запуска системы в эфир будут выдаваться сообщения о реальных предпосылках к чрезвычайным ситуациям, например, о резком изменении погодных условий. Наталья Артемова, Феликс Дорохов. День города.